Здравствуйте, друзья! Это Посиделки с Александром Великим. 9 октября 2014 года на Комик-коне в Нью-Йорке прошла панель, посвященная перезапуску серии Бионикл. С кем отмечать 10-летний юбилей этого события, как не с человеком, который на нем присутствовал по приглашению компании Лего. Сегодня у меня в гостях главный администратор сайта Рус Бионикл Таху Нува. Я не случайно закончил 56-й выпуск Посиделок на Комик-коне, потому что я надеялся записать это видео, которое отчасти будет продолжением истории возвращения Биониклов. Впрочем, с самого зарождения подкаста в 2015-м, моей мечтой было взять интервью у обоих администраторов моего родного форума. Для всех, кто не видел, интервью с Затененным было в 6-м выпуске, ссылка в углу экрана и в описании. И, кстати, отдельное ему спасибо за то, что помог организовать сегодняшнюю встречу. Друзья, я понимаю, что тема у ролика довольно узкой направленности, поэтому если она вам интересна, обязательно оставьте комментарий для алгоритма. На этом с предисловиями закончили, можем приступать. Таху, здравствуй. Здравствуйте. Огромнейшее спасибо за то, что согласился перебеседовать со мной. Это, на самом деле, одно из самых ярких событий в истории моего подкаста. И у меня, правда, невероятная честь и до сих пор не верить, что мечта осуществляется. Вальшон. Первой темой у нас будет Комик-кон, но начнем с подводки к нему. Как ты отнесся к слухам о возвращении Bionicle в 2014 году? Когда появились мыльные картинки, Затененный, он очень активно высказывал свою позицию. А твое мнение каким было? Мне кажется, что тогда мне показалось, что это все какие-то слухи. Там же у нас каждый год были какие-то фейки, ну как обычно, не знаю, с любыми крупными релизами у любых компаний, не только у Лего. Ну да. Каждый год есть какие-то утечки, ну потому что это такая кликбейтная тема, которая тебе точно обеспечит трафик, внимание, какой-то хайп. Я тоже думал сначала, что это ничего серьезного, но потом по разным другим источникам стали приходить какие-то подтверждения. Это было уже более правдоподобно, что ли. А когда с тобой именно официально Лего связалось? Я помню, там такая история, там не совсем Лего-то со мной разговаривало на самом деле. То есть Лего в России представляло агентство рекламное, и в принципе, ну то есть они на аутсорс им отдали эту функцию. Я думаю, что это было в августе или в сентябре, я вот даже не знаю. Я уже плохо помню, сейчас могу даже по письмам посмотреть. Я так понимаю, что история была такова, что Турага Макута на самом деле вывел их на меня. Он активно продвигал идею того, что нужно как-то из этого сделать событие. Я, честно говоря, не очень знаю, как на него вышли, может быть, у вас уже есть эта часть истории. У меня нет, по крайней мере, я не знаю. С нашей стороны, со стороны простых пользователей, 19 сентября был пресс-релиз об официальном возвращении серии. И 5 октября была новость, что ты поедешь на Комик-Кон в Нью-Йорке. Ну, вот сейчас я смотрю, что поездка уже оговаривалась в сентябре, в начале сентября. 19 сентября я уже подавался на визу в США. И до этого вот агентство ProVision оно называлось. Думаю, что оно есть до сих пор. Ну, то есть примерно начало сентября, я думаю, все это, весь этот разговор завязался. Я помню, что они даже приглашали меня в Москву, то есть я тогда в Питере жил, и они вот собирали какой-то общий митинг для того, чтобы обсудить, как это все будет устроено. То есть там был Турага Макута, Дигай, еще кто-то. Ну, по-моему, все остальные были из агентства. Ну, в общем, и остальные люди, которые представляли всю эту пресс-конференцию. С нами еще был, по-моему, главный редактор Громани. Да, я не помню, просто он был вот на той сходке в Москве или нет. Ну и там просто кратко обрисовали, что предстоит ожидать, что, да, действительно, вот хотят вернуть Bionicles с таким большим пресс-релизом рекламным, вот, и вот, видимо, сыграть на ностальгических чувствах, собрать всех членов комьюнити. Там, по-моему, даже сразу же обсуждалась встреча с администрацией BZ Power, как один из элементов программы, вот. Ну и с нашей стороны нужно было только освещать эти события. Так, интересно. Ты вообще сомневался, стоит тебе ехать на Комик-кон или нет? Да нет, почему? То есть предложили, было интересно поучаствовать в этом всем, посмотреть, как это устроено. Тем более тогда еще никто же не знал, что перезапуск будет не очень удачным, так скажем. Вот. Тогда было больше надежд. И тогда было, ну, действительно, казалось, что, несмотря на даже те картинки, которые мы уже видели, которые уже вызывали некоторые сомнения, из этого может получиться что-то хорошее. Потому что там собрали всех членов комьюнити, пригласили вот даже, не знаю, вот меня, да, из России откуда-то в Нью-Йорк. Наверняка это не первое, что им пришло в голову. Поэтому им нужно было как-то привлечь внимание к этому перезапуску. То есть действительно проинвестировано было много рекламных бюджетов, я подозреваю. Ты испытывал гордость за Росбионикл от того, что сайт получил такое признание от леговцев? Потому что я не знаток истории Даблбрик и РФЛ, но я не слышал о том, чтобы их представители приглашали вот на зарубежные мероприятия какие-то, хотя могу ошибаться. И причем они состояли в ЛАН, и у них, безусловно, было много официальных контактов с компанией, но Росбионикл, не являясь признанным сообществом, получил буквально золотой билет. Да, мы тут до сих пор нарушаем вроде бы как их правило негласное, то, что Бионикл не должен быть в названии сообщества, фан-сообщества неофициального. Но нам никогда за это не предъявляли. Не, ну это было, конечно, приятно. Но я думаю, на самом деле, это большая заслуга Турага Макуты, потому что он тогда очень сильно... Я не знаю, по каким каналам, честно говоря, вот как он на них вышел, или на него сначала вышли, а потом он подал такую идею. Мне кажется, что в большей степени действительно это его заслуга, то, что на нас обратили внимание. То есть я так понимаю, что вот это агентство искало просто какое-то живое сообщество в России. То есть у них пришло какое-то задание от Лего. Говорят, давайте собирать всех, все региональные сообщества крупные. Вот они подумали, так, есть кто там живой вообще? Вот, ну и нашли нас. Тогда мы действительно были еще достаточно активны, я думаю. А почему ТМ сам не поехал? Я не знаю, кстати. Было бы логичнее, если бы поехали вы вдвоем, а не ты с Дигаем. Я вообще не знаю, откуда тоже Дигаем сяли. Видимо, тоже по такой же схеме. Может быть, у него на Ютубе был канал. Первое, что вбили в Ютубе, и там было много просмотров. Видимо, было много просмотров у Дигая относительно других. Тогда же у нас обзоры были не слишком популярны, русскоязычные. Мне кажется, вообще такого не было. Я не помню. Нет, ну по обзорам я точно знаю, что Егор Калугин с Лего взаимодействовал. Нет, ну я не в курсе просто. То есть для меня вот этот процесс того, как выбирались люди для этой поездки, загадочен. Я, честно говоря, не знаю. А делегацию от Росбионикла нельзя было расширить? Я предлагал, да, это было. Но, к сожалению, они сказали нет, только один человек. Бюджета не выделили дополнительно. Ну, это и так было довольно дорого, я подозреваю. Ну да. То есть, хотя в рамках, наверное, всей компании это было не очень много. А какие вам делегатам условия предоставили? Бизнес-класс или... Ну, это обычный эконом. Обычный. Обычный эконом, аэрофлотом мы летели, по-моему. Да, тогда был прямой рейс в Нью-Йорк. Ну, отель хороший, прямо на Манхэттене был. Вот, но там, по-моему, всего 2 или 3 ночи были. Не помню. Обычные, нормальные условия. Стандартные бизнес-поездки, вот как, не знаю, предоставляют людям на конференции какие-то поездки там от компании. Вот что-то в таком же стиле. Ну, в любом случае, очень круто. Да-да, это было прикольно. По Комикону вам можно было прогуливаться или вас просто отвели в секцию Лего и сказали, вот здесь ждите? Ну, нет, там была достаточно большая свобода. По-моему, даже у нас один был день чисто свободный. С нами еще какие-то ребята с телеканала... Дважды два? Дважды два, по-моему, да. Катались. Но они еще параллельно снимали кучу других репортажей. Которые им нужно было для канала сделать. Вот, они так просто решили объединить вместе. Я точно помню, что они там какие-то футболки Путина ездили снимать. Вот, там какой-то магазин открылся с футболками Путина. Это типа была новость. Вот, они тоже заодно их сняли. Они думали придумать какие-то сюжеты с этими новыми фигурками. То есть вот нам предоставили какие-то вот демо-наборы. А, нет, подождите, я уже путаю. У нас был ивент, где мы могли собрать из новых деталей все, что угодно. Но это уже после самой панели? Это уже после события, да. Там у них было открытие нового магазина. И туда пригласили вот всех членов сообществ. Дали там, по-моему, полчаса или час. Нужно было что-то сварганить. Но я, честно говоря, не очень хорош в самоделках. Никогда не был. Вот, поэтому у меня получилось что-то очень такое куцее. Вот, я, по-моему, это уже на AVA-экспо привозил. Там у нас был стенд небольшой AVA-экспо в Питере. Вот, и мы продолжали сотрудничать с вот этими ProVision. Они нам даже какие-то рекламные материалы выдали, там какой-то roll-up. И мы с Тененым тогда сделали стенд совместно с магазином... — Gamebrick. — Gamebrick, да, наверное, так. Ну, и в том числе я показал там какие-то детали из новых наборов, которые еще не было ни у кого на тот момент. — У тебя нет такого ощущения, как перед сном придумываешь диалоги, как нужно было ответить тому человеку? А какие детали нужно было собрать тогда? — А, ну, типа мог ли я собрать что-то получше? — Ну, я даже думал, что нет смысла пытаться собрать копию набора, потому что набор ты потом можешь купить. Я думаю, идеальным в той ситуации было собрать какого-то монстра из кучи черепных пауков. — Я, по-моему, сделал так, что да. То есть там было ограничение один набор, но я как бы вдовесок взял вот этих маленьких черепных пауков, как будто вот часть этой экспозиции. То есть это небольшое читерство. Вот. Но я не стал там наглеть, хотя там были какие-то ребята, я не знаю, как они там оказались. Они просто не стеснялись, они пакетами сгребали эти детали. Пакет. То есть вот на них спокойно смотрели, я думаю, выглядит как воровство. Но им ничего не сказали. Вот. Мне было как-то неудобно таким заниматься. Я не рассчитывал сделать прям что-то грандиозное. Я вполне себе реалистично относился к своим способностям. Поэтому нет, я не жалел. Ну, что получилось, то получилось. — На самой панели у вас, я так понимаю, было время побеседовать с дизайнерами? — Не очень много. Да, можно было подойти. Там была такая тоже официальная часть, когда вручали эти прозрачные маски как эксклюзив. Большой плакат, подписанный всеми дизайнерами. Ну, и там можно было буквально перекинуться парой вопросов. Возможности именно пообщаться приватно не было. Ну, и там еще, опять же, нужно было этот сюжет снимать для «Дважды два». По факту, по-моему, там только какая-то одна моя глупая фраза вошла, которую они сами попросили вставить. Я там много наговорил, а они такие, ну нет, это что-то душно как-то. «Давай вот это скажи». И они потом именно то, что попросили сказать, только это и вставили, а все остальное вырезали. — А с представителями других сайтов удалось пообщаться? — Да. У нас была отдельная встреча вот с БЗП. Довольно мило пообщались, там вспомнили какие-то старые истории, сообществ, какие-то там скандалы. Кто-то там показывал свои эскизы, ну просто там какие-то работы, с которыми они сейчас работают. Просто обычная встреча на таких отдалённые темы вокруг Bionicle, я бы так сказал. Это было часа полтора, я думаю. — Мегаплана не помнят? — Мегаплан... По-моему, мы не обсуждали эту тему. Не уверен, к сожалению, не помню. — Какое у тебя самое яркое впечатление с твоей Bionicle-ской панели было? Ты писал, что чувствовалось, что дизайнеры нацелены на то, чтобы сделать хорошо, что вот они будут стараться ублажать, так сказать, старых фанатов? — Ну да, наверное, у меня было тогда маловато опыта в этом, в том, как ведутся, в принципе, всякие пресс-релизы. Конечно, сейчас понимаю, что это была просто стандартная практика. Но тогда казалось, что действительно люди запарились, что активно будут в этом направлении работать, и сделают что-то интересное. Может быть, не то, к чему мы привыкли в предыдущих поколениях. Ну, они там говорили, что да, мы там решили учесть современные реалии, изучили рынок, должны быть актуальны. Но по факту, по-моему... Ну, ладно, что, в принципе, это уже постфактум всем уже нам понятно, что за этим не было ничего. Все это как-то выхолостилось. Очень оказался механический подход, за которым как будто бы не было никакой идеи. То есть это ощущалось, как, не знаю, какие-то ремейки Диснея, которые надо просто сделать. Ну вот, как бы, есть громкое имя, почему бы не срубить денег еще раз? — Ты хранишь сувениры с Комик-кона? — Ну, они где-то лежат. Я не знаю точно где, но их точно не выбрасывал, не отдавал никому. Где-то они должны быть. — После Комик-кона следующим большим событием стал международный конкурс самоделок между как раз сообществами в разных странах. Тогда у вас было какое-то межсайтовое взаимодействие внутри этих сообществ, которые были выделены? У вас был какой-то там, не знаю, общий чат с The Power, Bionifix? — Да-да, что-то было. Я помню, что мы собирали общий чат, обсуждали, как этот конкурс будет устроен, какие требования будут. Там был, конечно, какой-то представитель Лего, который это тоже модерировал. Вот французское сообщество тоже было тогда очень активно. Там этот Эдди Риус, или как он, Ройс, не знаю, как по-французски его фамилия читается. Вот он тоже очень активно участвовал в организации этого конкурса. — Как конкурс на форуме отразился? Ты отслеживал там статистику? — Ну, я помню, что был большой всплеск активности и интереса, конечно. Это сработало. Ну, то есть такого не было никогда. Опять же, это какое-то международное взаимодействие. Было интересно посмотреть, что другие ребята представят. Да, я помню, что тогда был, по-моему, даже рекорд активности поставлен за все время. — Каким было взаимодействие с Лего после конкурса? Ну, с рекламным агентством. Потому что следующий конкурс, который охота за золотыми масками, там уже, я так понял, официально сотрудничества с Росбиоником не было. — Да, по-моему, был всего один вот такой спонсированный конкурс. Но они же выделили призы. И я, по-моему, просто сообщил данные победителей с нашей стороны. Да и все. Но, по-моему, они еще раз... Мы вот делали стенд на АВА-экспо, а потом еще на каком-то коне. Может быть, опять на АВА-экспо. — На Старконе? — Да, наверное, на Старконе. И они тоже что-то предоставляли. А, нет, я вру. Мы же делали какие-то обзоры с Затененным по новым наборам. Они нам присылали наборы. Мы какие-то там обзоры по ним сняли. Ну и, наверное, все. Больше взаимодействия не было. — А ты рассматривал вступление в LAN? — Да нет. Я думаю, что я не мог бы быть настолько активным, чтобы быть амбассадором. У меня уж тогда были немножко другие приоритеты. Я думаю, вот я какое-то время выделял, но я не был готов столько времени тратить на амбассадорскую деятельность, к сожалению. — Гипотетически, как бы, ты бы хотел, чтобы Росбоникл входил в эту сеть? — Ну, когда-то, наверное. Сейчас, наверное, нет. — Ну, сейчас и не получится. — А, ну, сейчас, да. Сейчас и не получится. Но если представить, что никаких других внешних обстоятельств нет. Не знаю, какие, собственно, преимущества. Ну, можно там какие-то наборы получать дополнительно. Ну, да, приятно. Но в целом, мне кажется, нужно прям быть очень активным участником сообщества, чтобы как-то это для тебя работало. — Ну, просто в параллельной вселенной, где второе поколение продолжалось бы дальше, было бы логично, чтобы Росбоникл вошел? — Ну, так-то да. Ну, я, может быть, это кому-то делегировал. Ну, собственно, может быть, вот ТСО, например, если бы он захотел, и у него было бы время на это. Окей. То есть, если бы кто-то из членов администрации. Я не против. Конечно, это круто, когда в сообществе есть какой-то активный участник, который еще и амбассадор официально признанный. — Хорошо. Это был блог, посвященный официальному взаимодействию с Лего. Сейчас узнаем побольше про историю Росбионикла. — Так, ну, если я что-то еще помню. — Ну, сейчас придется очень давние воспоминания искать, потому что первый вопрос — как, собственно, появился Росбионик? — Да просто, на самом деле, я тогда очень сильно увлекался серией, мне хотелось найти какое-то сообщество. И я активно уже тогда интересовался веб-технологиями и подумал, ну, что-то ничего интересного нет. Может быть, я что-то смогу сделать. И тогда я, по-моему, на каком-то бесплатном хостинге это все сначала завел. Уже даже не помню его название. Вот. Какие-то базовые знания у меня уже к тому времени были, как настроить там сервер, еще что-то сделать. В техническом плане домен какой-то подсоединить. Вот. И в какой-то момент этот бесплатный хостинг закрылся, потому что они сказали, что наш дата-центр сгорел. Я помню, там прям катастрофа какая-то у них была глобальная. Но у меня был бэкап, и... Ну, правда, он был неполный, потому что там была какая-то ошибка в самом скрипте, он копировался до какого-то момента и потом прерывался. Поэтому я, по-моему, уже тогда первый платный хостинг взял и восстанавливал это все в ручном режиме. То есть тут у меня была там база сообщений, я просто там каждое сообщение вручную вставлял. Вот. Из того, что сохранилось. Вот. Ну, конечно, если я был по скиллове тогда, я просто скрипт какой-то написал для этого, но тогда, к сожалению, я еще не умел всем этим пользоваться. Вот. И тупо занимался копипастой. Вот. А потом сообщество просто начало само по себе развиваться, стали появляться люди, тоже активные, заинтересованные. Кого-то я взял в команду, кто-то помогал нам с переводами, уже там делать контент для основного сайта. По-моему, с сайта, я уже даже не помню, когда сам сайт появился, потому что изначально это был форум. И сайт был долгое время в разработке, потому что там было много, нужно было много контента перевести. У меня не было на это времени. Вот. Ну, постепенно команда собралась, и сайт тоже открыли. И там у него было, по-моему, две большие итерации. Один такой темный дизайн, может быть, кто-то помнит, может быть, в веб-архиве сохранилось. Вот он был больше похож на официальный Bionicle.com, по-моему, я даже какие-то цвета использовал оттуда, похожие. Потом появился вот этот светло-оранжево-белый, и сначала форум, потом уже и сайт. И мы там тогда сменили движок. То есть там, по-моему, сначала вообще было это просто самописное все, какие-то HTML-страницы. Потом я уже поставил бесплатный движок, где можно было добавлять все это через админ-панель. Если кратко, то так. Первый сайт был на домене Double Brick. А, да. Ну, форум нет, но сайт да. Там такая история была, что я тогда общался с администратором Double Brick, хором. Он даже меня сделал модератором Bionicle-секции, потому что ему Bionicle не нравился. Он был увлечен в основном, по-моему, LEGO Systems и остальными всякими линейками. В общем, Bionicle он не признавал, но понимал, что эта штука популярная, поэтому круто, если есть какой-то человек, который может заниматься конкретно Bionicle-ским направлением. И какое-то время я исполнял эту роль. Потом я спросил, а что можно там, может быть, место выделить для Bionicle отдельное. Он говорит, ну да, попробуй. Да, какую-то первую версию сайта я сделал на поддомене Double Brick. Не помню, сколько это продержалось, может быть, год, может быть, полгода. Но потом мы смигрировали уже на свой домен. А про набор команды, администраторов, модераторов, помнишь? Было не очень много людей изначально, и те, кто активно проявлял интерес, что-то сам делал, что-то сам переводил, выкладывал, может быть, на форуме. Я видел их интересы, видел их активность, говорю, ну, может быть, это у тебя есть время поработать на сайте, в команде, может быть, поможешь модерировать, может быть, там, переводить поможешь. И люди соглашались и тоже активно участвовали в развитии сайта. Примерно так. То есть вот кто был активен, кто много чего сам уже к тому времени пытался делать, изучать, тот обычно в команду и добавлялся. Я тогда в 2008-м еще был совсем зеленым юзером, и для меня вот команда Росбионик, администраторы, модераторы, это прям были небожители. Каким вот было общение у вас во внутреннем кругу? У нас там была какая-то ветка форума закрытая, где мы периодически обсуждали какие-то внутренние проблемы, сайта, планы. Мы там все были друзьями к тому моменту, все хорошо сдружились, общались уже и вне форума, встречались и лично. Не со всеми я, правда, виделся лично. Хорошо сдружились, хорошая, дружная команда тогда была. В те годы ты как считал, что важнее, сайт Росбионик или форум Росбионик? Да, это как-то все вместе шло. Ну, то есть, конечно, сообщество, наверное, важнее, потому что, ну, это люди, это там вот живое развитие сообщества. Сайт тоже хорошо, но он скорее, наверное, служил как, ну, общим ресурсом, общей Википедией внутренней для всех, так можно так сказать, и плюс каналом привлечения новых пользователей. То есть, кто-то приходил читать статьи, заинтересовывался, погружался. Я помню, что многие говорили, что я, типа, даже не знал, что у них есть какая-то история. Вот, а потом загуглил, зачитался и стал членом форума. То есть, это, конечно, был классный канал привлечения новых людей. Еще можно выделить раздел новостей на сайте. Да. Как проходил поиск новостей? Вот, мне интересно сравнить со своим опытом. Да, я думаю, как и сейчас. То есть, были какие-то зарубежные у нас сообщества, да, где часто новости появлялись быстрее. Это могло быть и на главной, на главной могло быть и где-то на самом форуме. Я одно время был активным пользователем БЗП, видел какую-то их внутреннюю жизнь, тоже мог оттуда подчеркнуть какие-то новости. Были же там дискуссии «Спроси Грега», да? Я не знаю, может, до сих пор есть. Он, по-моему, уже совсем перестал. А, уже перестал, да? Вот, но оттуда часто новости какие-то приходили. Были какие-то там утечки, которые блокировались на БЗП, там, да еще где. Но все равно они как-то проникали на какое-то время. Могли и сами пользователи нам принести. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, был какой-то даже отдельный адрес, что ли. Или я говорил, на мой адрес присылайте. Ну, в общем, мы от пользователей тоже новость принимали. То есть, они могли указать нам на какую-то новость, которую мы пропустили. Опять же, могли быть чисто локальные новости. То есть, на российском рынке тоже что-то происходило. Там книги вышли, например. Вот я аж иду в магазин и вижу, там, какие-то книги появились. Такого можно об этом написать. Кто-то что-то приносит. Мы смотрим, насколько это интересно. Ну, выкладываем. В 2009 году появилась информация, что серия закроется. В связи с этим, каким ты представлял себе будущее Росбионикова? Ну, я не планировал его закрывать. Сейчас до сих пор не планирую. Ну, хотя я не участвую особо в жизни. Уже в 2010 году, по-моему, были сообщения, что всё, РБ умер. А сейчас 2024 год и нет. С момента основания РБ были там каждый год. РБ умер. Не помню ни одного года, когда такого не было. Там же было много обсуждений, что вот там у нас есть какая-то альтернативная история. Ну, то есть там же планировалось как-то ещё продолжать с помощью веб-сериала в какое-то время. То есть мы переводили веб-сериалы. Там был такой очень мягкий, мягкое завершение. Плюс всё равно аудитория была достаточно большой. И было много всяких фанфиков, там своих вариантов вселенной. Опять же, много самодельщиков классных. И вся эта активность продолжалась. Конечно, было понятно, что это всё будет постепенно снижаться. Я планировал поддерживать сообщество пока... Ну, по крайней мере, в техническом плане. Пока это было возможно. Какой год у Росбионикова, по твоим ощущениям, был пиком? Не чисто по статистике, по цифрам, а вот по ощущениям, что вот это вот самый Росбиониковский Росбионикв. Ну, не знаю. Мне кажется, там каждый год был как-то по особенному свой. Не знаю, может, 2008-2009 как раз. Перед закрытием. Не знаю, сложно сказать. В те годы, как раз после закрытия серии, появились другие фанатские сообщества, посвящённые Биониквам или Фабрике Героев. Про Бионикв, Росбио Фэктори, потом их объединение в Боу Джоинс. Ты как к ним относился? Да никак. Ну, есть и хорошо. Я, на самом деле, никогда не переживал. Вот я помню, что было одно время прям какая-то конкуренция, что каждый хотел свой форум, каждый переманивал к себе, уходил со скандалом. Я буду вот на своём форуме активность только поддерживать. Ну, в общем, там было много всяких странных историй, которые я уже больше всего забыл. Я всегда спокойно относился. Ну, хорошо. Есть сообщество другое. Почему бы и нет? Оглядываясь вот на историю Росбио Никола, есть какое-то решение, которое ты бы по-другому надо было сделать? Ну, да, конечно, жалко, что у меня к тому моменту уже... Ну, вот, к моменту закрытия, я думаю, это было уже... Было не так много свободного времени. Я учился, работал параллельно. И ещё там над Росбио Николом работать я не особо-то успевал. Но тогда всё равно было много других членов команды, которые активно занимались контентом. И всё это как-то жило. Ну, я, наверное, мог бы сделать в техническом плане побольше. Но, к сожалению, у меня тогда не хватило чисто ресурсов. А вот сейчас как ты считаешь, форумы безнадёжно устарели или они незаслуженно проигрывают в соцсетях? Ну, это интересный вопрос, кстати. Это же произошло, ну, да, глобально, да? Не знаю, в форумах, конечно, есть своя какая-то... Совершенно другой опыт использования. Ты, по крайней мере, можешь дать ссылку на то, что ты обсуждал. Попробуй, сделай это, не знаю, в Инстаграме или там... Ну, ладно, в Фейсбуке ты можешь сделать, но в Фейсбуке уже кто сидит? Уже тоже одни старики, мне кажется. Наверное, ВКонтакте ещё что-то можно... Есть похожие на форумы механизмы, да, там, из дискуссий. Но в целом, мне кажется, формат-то классный. Просто, наверное, он сейчас не востребован. Люди обходятся без этого. Поэтому время покажет. Может быть, опять у нас будет какое-то возвращение форумов. А с другой стороны, существует же, там, Reddit, например. Никуда он не умирал. Активное сообщество, чем не форум? Очень даже форум. Так что я бы не сказал, что форумы умерли целиком и полностью. В каком-то виде они сохранились. Когда вот как раз примерно перед возрождением Bionicle социальные сети стали прям активно набирать аудиторию, было ли желание продвигать Bionicle ВКонтакте? Да нет, наверное. По-моему, кто-то этим даже занимался, нет? По-моему, кто-то там в итоге... Либо это было другое сообщество, которое периодически на нас ссылки давало. Нет, я думал, что просто у нас немножко разные форматы. Это, не знаю, может быть, стоило продвигать, на самом деле, чтобы не терять этот канал. Но тогда мы как-то к этому несерьезно отнеслись. По-моему, как раз Турагмакута, да, этим занимался. У него же там какое-то сообщество было активное. Ну, у него была группа, да. У меня было ощущение, что это отдельно от Bionicle. Да-да, отдельно. Ну, просто, по-моему, он на нас ссылки давал периодически. Вот, так что там совсем из поля мы не пропадали. Да, если к этому комплексно подходить, то, конечно, стоило в соцсетях тоже вести активность. Но, наверное, мы не сильно пострадали от этого. В связи с возрождением серии, какие планы на развитие сайта, форума возникли? Да тогда еще было ничего непонятно. Хотелось дождаться каких-то результатов. Всех же очень раскачегарили, нагнали много саспенса, а в итоге оказался пшик. Поэтому не хотелось прям загадывать далеко. Хотелось посмотреть, что будет. Ну, вот, кстати, на форуме в 2014 году довольно популярной была идея создать подкаст Розбиво Николаевский. И ты сам писал, что у вас есть на это планы у администрации. Да, я уже не помню. Наверное, были. Наверное, были. Ну, вот мы же какие-то обзоры начали снимать. Правда, по текущим стандартам, наверное, это ужасный обзор. Во-первых, мы очень долго делали, потом сложно все у нас шло. Ну, может быть, если бы серия действительно возродилась по-настоящему, там был бы сделан акцент на storyline, ну, или сами наборы были бы интересными, то вполне могло бы случиться и такое. Еще в те годы активно стоял вопрос обновления статей на сайте. Да, было такое. Много юзеров предлагали стать редакторами, писать или корректировать статьи, но у вас в затененном была твердая позиция, что если так драматично расширять штат редакторов, то сложно будет следить за качеством материалов на сайте. Да, это, получается, разные форматы немного. То есть, не знаю, наверное, может быть, и стоило разрешить тогда. Ну, просто это уже переход с другое качество. То есть, получается, что... У нас бывали, были эти дискуссии внутри. Получается, что когда ты имеешь редакторский состав, это у тебя как журнал, да, то есть как канал, который ты вот прям... Ты понимаешь, какой у тебя будет там tone of voice, как ты будешь... Какие у тебя стандарты. Все более-менее консистентно. Когда ты даешь сообществу, у тебя получается биосектор. Не то, чтобы это плохо. То есть, у этого есть большие минусы, конечно. Но это как такой компромисс в сторону актуальности. Но при этом у тебя все статьи могут быть в очень разном состоянии. Написаны очень разным стилем. Ну, конечно, можно было бы там систему правил придумать, да, чтобы тоже люди редактировали... Ну, чтобы были какие-то редакторы внутри сообщества. Но все это унифицировать было тяжело. Не знаю, может быть, стоило тогда и поэкспериментировать с этим. Но по результату внутренних обсуждений решили, что будем продолжать историю с ограниченным набором авторов. А сейчас ты заходишь на форум? Изредка. Ну, так, не то чтобы очень часто. Сейчас на форуме очень свободное общение, много флуда. Ну, мне кажется, что в целом немножко стандарты общения в интернете, они сместились, да. То есть, это у нас раньше была там какая-то строгая модерация, куча правил. До сих пор висит этот гигантский свод правил. Нет, вы же его стерли и написали короткие правила. Ну, а, ну да, 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 да. Но все равно там достаточно много правил даже для короткого манифеста. А сейчас, мне кажется, все так либерализовалось в этом плане. Нет смысла как-то модерировать. Ну, там, не знаю, какую-то жесть можно модерировать, конечно. Но в целом кажется, что это даже и не нужно. У современного разбионика есть такой феномен, что, несмотря на закрытие серии, несмотря на угасший интерес к форумам, все равно появляются новые пользователи. Ты бы это как объяснил? Ностальгия, может быть. Я не знаю, кстати, какого возраста эти новые пользователи. Там 90-х или совсем свежие? Насколько я помню, старшеклассники. О, тоже так. Хотя есть, по-моему, и один помладше. Не знаю. Вот это интересно. Я бы предположил, что просто кто-то вернулся там после долгого перерыва. Но если это прям новые пользователи, которые еще не застали, получается, серию, когда она существовала, не знаю. Может быть, просто фанаты Лего, которые интересуются архивными сериями. Но у меня нет теории. Без каких-то обещаний, без намеков существует вероятность обновлений? Или на данный момент лучше уже просто оставить все как есть, чтобы была временная капсула, портал в нулевые? Только без циферблата на главный. Да, циферблат пришлось убрать. После того, как Flash деприкейтнули в браузерах, пришлось его вырезать. А так, да не знаю. То есть, хороший вопрос, наверное. Нужно ли вообще что-то обновлять сейчас? Как будто бы прям такой активной жизни сообщества нет. Если бы она была, то это имело бы смысл. Ну вот у меня главной претензией в плане устаревания было соотношение сторон во встроенном проигрывателе Ютуба. Но ты это исправил. А, да? Да, наверное, я это исправил. Окей. Ты уже эту тему затрагивал, но определенно. Как долго ты планируешь поддерживать работоспособность Росбионика? Ну, пока у меня это много ресурсов не отнимает. Поэтому, окей, я готов поддерживать, пока он каши не просит. Не было никаких планов по сворачиванию? То есть, я, может быть, перенесу на другой хостинг? Вот. А так сколько угодно, долго. Ну, это радует. Спасибо тебе. Да не за что. Все-таки Balljoins и RFL столкнулись с очень большими сложностями, когда главные администраторы перестали уходить на связь. В случае экстренной ситуации есть какой-то бэкап, из которого затененный, например, сможет восстановить сайт или... Да, я знаю, что там бывали истории, когда там на пару дней отваливался сайт из-за того, что оплата не проходила. Сейчас вроде этого не происходит. Нет, но, в принципе, какой-то бэкап есть, но других технических специалистов, которые способны поднять РБ, нет. Ну, просто непредвиденные ситуации, они на то и непредвиденные. И Росбионикл фактически имеет такое большое значение, что это уже не проект одного человека, потому что юзеры вложили часть себя в форум, и если у них будет больше гарантий того, что эти инвестиции не пропадут, то они смогут от общения на сайте получать больше положительных эмоций. Я не говорю о том, чтобы новых администраторов назначать или что-то такое, но просто как-то больше обратной связи или больше внимания к инициативам. Например, когда вот несколько месяцев подряд из-за необходимости оплаты сайт ложился, предлагали донаты отправлять на поддержание Росбионик. Тут на самом деле деньги не проблема, просто там чисто технически было. Ну, там отвалился автоплатеж, я там был немножко на других вещах сосредоточен. Ну, что ж, не знаю, я постараюсь, чтобы он так не падал. Скорее всего, когда я его переведу на другой свой аккаунт, будет больше к нему внимания, чтобы, по крайней мере, сервер не лежал. Может, он будет у меня в поле зрения с другими проектами личными. Ну, посмотрим. Если прям это встанет к каким-то серьезным вопросам, что вот у меня не будет возможности вообще никак заниматься какой-то аварией, ну, тогда уже подумаем. Пока, мне кажется, это преждевременно. Я пока не планирую прям уж пропадать целиком, так что максимум я... В такой критической ситуации я постараюсь, чтобы донтайма не было. Ну, в смысле, не было долго. Пару дней может быть, конечно, но я думаю, что про текущие активности это не такая большая беда. Ну, хорошо. Я думаю, для многих будет радостно услышать, что ты не собираешься бросать Росбионикл. Теперь давай в целом поговорим о серии Олега. Так. С чего началось твое увлечение Биониклами? Затененный обещал, что ты красочно расскажешь про 2001 год. Ну, вот, и теперь я чувствую давление. Не знаю, насколько это будет красочно звучать. Я уже давно, наверное, эту историю никому не рассказывал. Да, наверное, как у многих, у меня началось это с каталога леговского. У меня уже были к тому моменту какие-то леговские наборы, я поэтому следил за этим. По-моему, у меня был Лего Техас, или как-то так оно называлось. Я не гуглил. Вестерн. Вестерн, да-да-да-да-да. Вот, где там ограбление банка можно было сымитировать. С пружинами можно было взорвать стену. Вот. Какой-то такой набор был достаточно крупный. Вот. Поэтому я, когда оказывался в леговских магазинах, конечно, следил за новинками. Вот. Тогда каталог меня очень впечатлил. Он был сделан очень... Ну, как-то в совершенно другом стиле в сравнении с типичным Лего. Это сильно бросалось в глаза. Ну, конечно, мне было интересно узнать побольше про историю этих персонажей, как эта вселенная устроена. Ну, если кратко, то так. В 2001 году также вышла Матаной онлайн-гейм. И, конечно, это было просто гениальное решение, мне кажется, с точки зрения команды маркетинга Лего. Ну да. Снабдить сторителлинг квестовой игрой. Она получилась очень качественной. Опять же, это... Ну, тогда ощущалось... Тогда не было фильмов по Бионико. Но тогда это ощущалось полноценным фильмом для вселенной. Вот. Очень погружающим экспириенсом. В принципе, и сейчас, мне кажется, если запустить, игра будет интересна даже взрослому. Хотя я давно, мне кажется, ее не открывал. Ну, вот. Наверное, вот эти два основных канала, по которым я пришел к Бионику, я покупал, получается, с самого первого поколения пару наборов, мне кажется, в год. Мне кажется, что вот до оригинальной, ну, то есть до окончания серии, да, то есть у меня всегда были какие-то наборы из линейки. Вот. Я никогда не был прям таким активным собирателем. То есть у меня не было очень редких каких-то сетов. Во-первых, их было достаточно сложно достать. Во-вторых, они были очень дорогими. Я не был готов тратиться именно на наборы. Потому что, наверное, больше привлекала сторона вселенной. И вот все, что было вокруг них, там, книги, опять же. И я больше был сконцентрирован на истории, чем на наборах. В 2001 тебе сколько лет было? Мне было 10 лет, наверное. И какой был твой первый набор? Ну, Толотаху. Ты Бионику дольше всего из Лего собирал? Да, я думаю, что просто до Биониклов у меня был очень казуальный такой интерес, да. Ну, то есть я следил за какими-то новинками, но я не был прям хард-фаном Лего. Ну, я еще был совсем маленький, наверное. К тому моменту у меня еще не выработалось вкуса, как у каких-то заядлых легоманов. Ну, то есть уже после того, как я увлекся Биониклом, я не то чтобы смотрел в сторону каких-то других серий. Из Бионикловских серий какой год тебе больше всего нравится? Ой, мне очень нравится вот оригинальный 2001 и то о Метру, Метру Нуи, мне кажется, очень... Я знаю, что для многих это прям какой-то там поворотный момент, когда все пошло не так, но мне кажется, это было очень удачным временем по обновлению вселенной, то есть какому-то расширению. Сам концепт вот этого футуристичного города мне очень понравился. Ну, я согласен, 2004 один из лучших. Ну вот, здесь мы солидарны. А как тебе сюжетный поворот 2008 года с огромным роботом? Ну, тогда это, конечно, казалось чем-то... Я помню, какие-то утечки были. Ну, я помню, была новость, что типа ролик с этим вот пробуждением, ну и появился раньше срок. И, честно говоря, это тоже казалось сначала каким-то приколом. Ну, наверное, из-за того, что это все случилось раньше, чем планировалось, казалось как-то искусственно. Ну, то есть скомканно. Можно было сделать лучше определенно. У тебя есть все книги в оригинале? Ну, когда-то были. Ну, в смысле в оригинале. А, в смысле на английском языке, да? Да. Нет, всех никогда не было. То есть у меня, по-моему, есть энциклопедия, вот эта вот большая. Пару книг точно какие-то я покупал, уже не помню, в каком контексте. Но так я в основном потреблял наши же переводы. Графические новеллы у тебя? А, графические новеллы, да. Ну, я просто не подумал о них как о книгах. Графические новеллы у меня, я думаю, были все. Это в оригинале имеет смысл иметь. Были, то есть они уже не у тебя? Не, они где-то лежат. А, ну хорошо. Где-то лежат. Просто давно не попадались на глаза. Цени, цени. Какой художник комиксов тебе больше всего нравится? Ну, не знаю. Кажется, что у каждого какой-то свой уникальный стиль. Здесь я не выделял какого-то любимчика. А из фанатского творчества что тебе ближе всего? Что тебе больше всего нравится? Не, ну, рассказываю, конечно. Наверное, поскольку я изначально был больше привлечен сторилайном, чем наборами. Ну, то есть наборы тоже классно, но мне всегда нравилась вот эта сторителлинговая и визуальная часть. Вот. Наборы тоже классно. Я уважаю самодельщиков, они делают невероятные вещи, просто не знаю, как у них это получается. Когда у нас были конкурсы самоделок, я каждый раз удивлялся, насколько талантливы у нас есть люди и какие они классные вещи могут делать. Я бы такого никогда не сделал точно. Но чисто вот за чем я следил, это, наверное, да, больше за какими-то фанфиками. Немножко отстраненный вопрос. Ты продолжаешь писать музыку? Так, какая-то информация утекла. Ну, есть такое, есть такое немножко. Все еще древнее эхо? Ну, пока никакого названия нет, я же ничего особо не выпустил. Вот именно в публичное поле. Ну, хотя нет, там что-то было. По-моему, я так это особо не распространялся. Да, я сейчас думаю, на самом деле, над этим. Есть определенные идеи, я надеюсь, я найду время для реализации. Так-то это, конечно, важная история для меня. Так же в направлении амбиенты? Ну, что-то близко к этому, я думаю, да. Сложно там как-то категоризовывать. Ну, наверное, чтобы какой-то ярлык повесить, пускай будет так. А, я вот говорю, не распространялся. Нет, я же, по-моему, даже что-то выкладывал на форуме, правда? Ну, да, ты выкладывал. Я забыл. Вот я уже забыл все. Оказалось, что я что-то как-то это в стол писал и особо не выкладывал. Ну, нет, что-то выкладывал, что-то выкладывал. Достаточно, чтобы. Парочку было. Чтобы найти. Парочку было. Ну, а в целом тебе продолжает нравиться этот жанр, или ты сейчас сместился куда-то? Да я, на самом деле, много всего слушал и тогда, и сейчас. То есть, эмбиент, конечно, никуда не делся из моей жизни, но я абсолютно открыт ко всем стилям музыки. То есть, если что-то написано хорошо и талантливо, я это послушаю. Неважно, в каком это стиле написано. Возвращаемся к Лиге. Да. Сейчас ты вообще не следишь за тем, что происходит? Ну, для меня что-то долетает. Вот мне иногда T-SOL что-то скидывает. Вот. Но так вот прям нет, не особо слежу. Загадочные посты фейберы до тебя долетают? Да, что-то такое было. Что-то такое я помню. Это как-то получил какое-то развитие сейчас, нет? Или это так и заглохло? Вот. И это никакого развития не получило. Ну, это странно. А подарочного Таху 2023 года ты видел? А, он уже какой-то ужасный был. Да, что-то я видел, какое-то издевательство там было. Ну, хорошо. А то я до сих пор не понимаю, почему он нравится людям. Нет, по-моему, там была очень странная идея. Ну, ладно, если кому-то нравится, кто же запретит? Я не осуждаю, если что. На твой взгляд, третье поколение Bionicle возможно или уже все окончается? Да, конечно, все возможно. Ну, то есть, конечно, сейчас компания очень сильно изменилась. Наверняка у них там и модель изменилась. Если она и будет, то она будет в совершенно другом виде. Это абсолютно точно. И это и хорошо, и плохо, потому что повторять то же самое – это странно. Ну, и мы это же уже все видели. Ну, и обычно ничего хорошего из этого и не выходит. А как мы увидели такую попытку, да, когда мы полностью пытались перезапустить почти на тех же рельсах, ну, выглядело это все жалко. Это выглядит, конечно, до сих пор каким-то, ну, не риском, а скорее каким-то экспериментальным направлением. Сейчас Lego, по-моему, выпускает для всего, да. По-моему, там по всем возможным вселенным есть какое-то Lego. Несмотря на это, мне кажется, Bionicle были очень уникальной линейкой. И они по-прежнему будут, если они все-таки решатся на это. Не знаю. Зависит очень сильно от команды, которая будет этим заниматься. Но в целом у тебя взгляд оптимистичный? Если они будут просто искать новые возможности для расширения линеек, не знаю, захотят ли они возвращаться к этому, не захотят. Может никогда не случится третье возрождение. Может им и хватает сейчас средств. Новые рынки не нужны, новые направления не нужны. Хотя нет, они, конечно, всегда нужны. Но тут вопрос, насколько сложно работать над этой серией, да, чтобы обеспечивать интерес. Может быть, на текущем этапе для них это слишком затратно. Потому что там нужно слишком много оригинальности вносить. Это всегда не дешево. У меня, в принципе, с вопросами все. Тебе большое спасибо за то, что согласился на интервью. Я понимаю, что у тебя мало свободного времени, и я очень признателен. Да, не за что. Может быть, кому-то будет интересно. Спасибо тоже за время уделенное. Буду счастлив. Другая возможность пообщаться. Поэтому если возникнет какое-нибудь желание, любую тему обсудить. Пиши. Да будет что обсудить, конечно. Я не против. Спасибо. Пока. Спасибо, пока. Также благодарю всех, кто досмотрел видео до конца. Чем вас больше, тем больше шансов, что длинные посиделки будут выходить чаще. Ссылки на предыдущие и следующие выпуски подкаста вы видите на экране. До новых встреч.